Привет, друзья! Спасибо, что наблюдаете за моей несерьезной деятельностью. Количество подписчиков растет. Очередное несерьезное видео. Больше так, забава. Итак, имеем тушку жука. Хочу снять с него модель, так как он хранится долго не будет. Он рассохнется и рассыпется. А в холодильнике его хранить тоже особого желания нет. Поэтому сейчас попытаюсь снять с него модель. Возможно, в будущем из этого что-то получится, какой-нибудь проект. Ну, а пока просто делаем форму. Для формы я буду использовать обычный строительный гипс. А он не позволяет изготавливать очень сложные модели. Поэтому все ножки я отрезал. Почему гипс? Потому что он самый доступный. Продается в любом строительном магазине. И многим по карману. Я не использую дорогие силиконы. Хотя есть возможность их приобрести. Которые стоят сумасшедшие деньги. Поэтому пользуюсь тем, что все-то под рукой. Удалив ножки. Сейчас возьму пластилин. И некоторые вещи тоже необходимо будет замазать. Так как они будут застревать и обламывать края формы. Особой точности не требуется. Необходимо просто заделать глубокие щели, чтобы они не цеплялись в форме. Все дальнейшие манипуляции будут уже происходить на готовой модели. Которую мы будем изготавливать немножко позже. Если даст время и возможности. А так вот сейчас будем продолжать. Возьмем гипс и будем делать форму. В качестве опалубки я буду использовать обрезки рекламного пластика. Остались у меня от предыдущих проектов. Они уже нарезаны кусочками. Соберу я на обычный скотч. Можно использовать также обычные баночки. Просто это не очень удобно будет. Но зато очень практично. Собираем пластик на скотч. Чтобы получилась вот такая коробочка. Которая будет легко раскрываться. Можно нарезать много кусков различных. Главное, чтобы высота была одинаковой. Это даст вам возможность формировать разные коробки под разные формы. Они будут все одинаковые по высоте. Но главное, чтобы они были парные. Боковые части, чтобы совпадали. Можно разные варианты делать. Под различный размер формы. В данном случае у меня вот такая осталась от чебурашек. Так выглядит окончательный вариант опалубки для заливки гипса. И наша модель. В качестве разделителя для модели я буду использовать обычное мыло. Это мыльные обмылки, разведенные в воде. Эмульсия. Она хранится долго. Ничем не пахнет. С помощью обычной кисти. Надо хорошо смазать и пусть подсохнет немножко. При изготовлении раствора для формы. Необходимо гипс добавить в воду. А не наоборот. Раствор я смешиваю на глаз. Примерно как жидкая сметана. Необходимо его размешать хорошо. Чтобы вышли пузырьки воздуха. Форму наполняем примерно до половины. Визуально. Вот так примерно будет. И немножко постукиваем. Чтобы гипс сел. Немножко протекает. И вышел воздух с него. Мой раствор уже немножко подзастыл. Как видим приобретает вид густой сметаны. Поскольку модель очень легкая. Она будет всплывать в жидком гипсе. А мне надо ее вдавить. Чтобы она отформировалась. Тоже касается более тяжелых моделей из металла. Они наоборот тонут. Поэтому тоже необходимо. Чтобы гипс был пластичный. Но уже более густой. Не знаю насколько хорошо получилось. Примерно на половину я его утопил. Сейчас надо подождать. Чтобы немножко подсохло. И будем выравнивать края формы. Наш гипс уже начал схватываться. Об этом можно судить. По температуре он начинает немножко нагреваться. И теперь при помощи вот таких нехитрых инструментов необходимо точку разлома формы выровнять. Горизонтальная плоскость. И края самой модели подчистить. Чем я и буду сейчас заниматься. Посмотрим на результат. Я продрал первую половину формы нижнюю. И с помощью мокрой ушной палочки. Зашпаклевываю все неровности. Затираю. Потом шагипс еще как бы дает возможность с ним работать. Он еще не до конца застыл. И через несколько минут начнем отливать верхнюю часть. Перед отливкой верхней части необходимо сделать несколько замочков. Что они дают? Они дают возможность вам правильно собирать форму. Они делаются в произвольном порядке. И поэтому если вы форму перевернете, то замки уже не сойдутся. И вы будете видеть, что форма у вас собрана неправильно. Ну а небольшие углубления делаются сверлышком. Я думаю, этого будет достаточно. Форма не очень большая. И возможно даже одноразовая. Какой же интервал необходим для заливки нижней части формы и верхней? Ну можно определить постукиванием. Гипс уже стал теплый, реакция пошла. А по времени, например, можно выпить чаю. Это будет столько же времени, за которое схватится гипс. Продолжаем. Форма подсохла. Гипс уже стучит. Необходимо сейчас намазать разделительным составом. Опять же, в качестве разделительного состава я использую обычное мыло. Для маленьких моделей это отлично работает. Плюс оно доступно и есть у каждого. И стоит ничего. Намазываем сейчас вторую половинку. И ждем несколько минут. Пока мыльный разделитель подсыхает, замешиваем вторую половину раствора. И продолжаем заливать вторую половину формы. Потихонечку наносим. Ипс. И легким постукиванием. Разравниваем его в форме. И выбиваем воздух наружу. Через некоторое время гипс наш подстыл. И его можно извлечь из-за палубки. Но саму форму еще разбирать не будем. Она еще немножко сыровата. Разрезаем скотч. Как видим, ничего не пристает. Видим линию раздела. По ней будем разделять. Гипс только начал нагреваться. Реакция только пошла. Пусть еще немножко постоит. И через несколько минут я его разберу. Подобные видео очень тяжело озвучивать. Поскольку проще нарезать много маленьких дублей. Видео состоит из множества эпизодов. И поэтому целостность текста очень тяжело сохранить. Ну, пытаюсь. Пытаемся расколоть. Как видим, линия разлома. В нее ставим ножичек. И аккуратным постукиванием. Вот, как видим, с первого раза. Все получилось. Пытаемся извлечь модель нашу. И все гладко. Как оказалось, панцирь довольно-таки специфической структуры. Имеет к нему ни пластилин, ни чего не прилипает. Возможно, даже его не надо было и мазать мылом. Но нижняя часть будет сложнее, потому что там были ножки. В моем случае точность мне не очень важна. Мне главное снять... Мне главное снять копию формы. Все остальное мы будем потом дорабатывать уже на модели, которую отольем в эту форму. Так, продолжаем, пытаясь вытащить. Возможно, придется жука сломать. В чем я говорил, замочки позволяют определить. Вот, получилась наша форма. Ее можно здесь немножко подшлифовать, подмазать, подрезать. Ну, в принципе, я доволен. Такая вещь будет храниться дольше, чем жук, который рассыпется через пару месяцев или сгниет. Ипс еще довольно-таки свежий. И намочив палочку, можно здесь еще немножко почистить. Опять же, это черновая форма, чтобы сохранить саму модель. В дальнейшем, возможно, это вылится в новый проект. Видео также служит для привлечения новых подписчиков, новых зрителей. Кому было интересно, заходите на канал. Есть всевозможные плелисты по интересам. Также по отливке грузил, изготовлению кормушек и прочей самодельной деятельности. Через некоторое время форма высохнет. Я попытаюсь с нее что-нибудь залить. Ну, в моем случае, наверное, будет олово, чтобы получить рабочую модель, которая будет уже в дальнейшем использоваться как модель для изготовления уже основной формы. Для заливки или полимера, или металла, еще пока не придумал. Пока гипс свежий, я немножко его прорезал, углубил, сделал как бы попузатей жучка. Сделал также литник. Это под возможность залить олово. Два выпора. И отправляю форму на сушку. Во время сушки главное, чтобы форма была собрана хотя бы первое некоторое время. Поэтому я ее собираю под резинку и оставляю сушить. Сейчас отопление не работает. Будет более двух суток, наверное, сохнуть. Погода сырая, влажность повышенная. Прошло несколько дней, форма подсохла. По весу это уже ощутимо. Стало намного легче. Если вы планируете заливать гипсовую форму металл, необходимо, чтобы форма была как можно более сухая. Как это определить? Берете, открываете форму и к внутренней части кончиком носа притрагиваетесь. И сразу слышно и сырость, и запах такой специфический извести. Моя форма уже высохла, несмотря на дожди. Сейчас я возьму свой импровизированный тигель. Есть у меня немного олова. И попытаюсь залить олова, чтобы получить рабочую модель. Рабочая модель это та, которая выходит с формы. Если она не выйдет, необходимо будет подточить края, подогнать немножко, сделать более сглаженные. Ни в коем случае нельзя трогать край формы. После того, как вы разняли ее, вот эти края абсолютно нельзя трогать, потому что будет протекать свинец или олова. Любой материал будет протекать. То есть в этой части можно еще делать какие-то манипуляции. края трогать ни в коем случае нельзя, потому что они уже как залилась форма, так она и будет. Видите, вот здесь изгиба. Если вы выровняете, будет протекать. Она не должна не светиться на просвет, ничего. Не забывайте о технике безопасности при работе с огнем и горячими металлами. Я расплавил немного головы, сейчас попробую залить. Отлил я две пробки, две пробные модели. Одна немножко с брачком. Причина была в этом месте скапливался воздух, я пропилил маленькую щелочку и все пошло нормально. Немножко сейчас подпилю, посмотрим, что у нас получилось. Подведем итоги. Первая модель у меня вышла не очень ровной, но дело в том, что бывает, при первом выжиге выделяется газ и влага, и поэтому немножко кривоватая. Вторая вышла получше, я немножко послесарничал, обработал. Волова хорошо обрабатывается, и вот что у нас получилось. Эту я переплавлю, а эту я оставлю для хранения и, возможно, для будущих проектов. Также сравним ее с оригиналом. Я думаю, для первого раза получилось неплохо. В дальнейшем можно здесь будет немножко чего-нибудь доклеить, потому что уже позволяет, она жесткая. Можно приклеить или клеем, или пластилином. Какие-то моменты добавить, или убавить, подпилить. Но это уже будет совсем другой проект. Так, баловство. Ну, посмотрим. Из баловства бывают, получаются, прикольные штучки. Подписывайтесь на канал, заходите в гости почаще, заходите в плейлисты. Всем удачи, всем пока!